А, кстати, про Такера и Калсона, видели эту историю? Видели его? Да, он действительно разошелся в откровениях и сказал абсолютно правильно. Моя версия, знаете, какая? Что ему не заплатили денег. И поэтому он обиделся и сказал... Задерживает. Задерживает. Задерживает выплату. Аванс был выплачен, а получка... Получки нет. Но вот вы знаете, в получку теперь новичок могут прислать? Да, нет. Не настолько. Путин человек злобный вообще. А тут Калсона на него сказал очень нехорошие слова. Он его практически сумасшедшим... Дураком и сумасшедшим. Старым пердуном, выжившим из ума выставил. Да, действительно. Достаточно грубыми словами и достаточно радикально. Сказал, что больше глупостей еще не слышал. Насчет дезальсификации. И он же сказал, что вот такие речи, обычный детский какой-то разговор. То есть, типа, старичок выжил из ума и вообще впал в детство. Ну, ведь так и есть. Но ведь не простят это дело. Ну, спросите. Думаете, простят? Уверен на сто процентов. Но ведь это все в сторону Путина. А Путин, знаете, как собирательный образ на сегодняшний день. Так кто будет обижаться на собирательный образ? Я думаю, что все простится. И никто не обратил, честно вам скажу, никто не обратил в российском руководстве на это внимание особо. Ну, несколько так, знаете, там... Поморщились. Поморщились, да, да, да. Оскомина там где-то прочувствовали. Ну, не более ищите. Предателем не обозвали? Нет, предатель, понимаете, предатель это тот, кто был всегда с ними, а потом вот плоть от плоти, по их мнению, да, ну, гражданин страны, который там оказался негодяем и, значит, не разделяет линию партии. А тот человек, который был со стороны, ведь он никогда не был, никогда не был своим. Он был пришлым. А пришлым, ну, что, ну, был хорошим, стал плохим. Ну, или не очень хорошим, скажем так. Ничего в этом страшного нет. Это не предатель. И самое, конечно, страшное для них, это предатели для нынешнего российского руководства. Их они готовы убивать, как вот Навального, как Скрипалей, как Литвиненко. А вот этот летчик российский, да, который перегнал вертолет, которого убили в Испании, да, тоже прошла информация вот совсем недавно. Предатель, да, для них он предатель, поэтому и было организовано с помощью и криминалитета местного испанского, и с помощью... Мы ведь рассказывали, да, неоднократно, Сергей, я имею в виду, и у нас в Телеграм-канале мы с вами обсуждали, что российское руководство контролирует наркотрафик, контролирует крупный сбыт наркотиков. И вот, ну, а этот паренек, к сожалению, к сожалению, оказался, ну, падким на наркотики. Он регулярно покупал наркотики в Испании, и выйти на него российским спецслужбам оказалось совсем несложно, совсем. Он там связывался со своей бывшей, и организовать вот это вот его устранение, его ликвидацию тоже оказалось делом совсем несложным. Он действительно, действительно проявил себя в полной мере, проявил себя не с самой лучшей стороны, он ни в коем случае не соблюдал все правила предосторожности. И, конечно, попался и был, еще раз повторяю, с помощью криминалитета испанского, как раз те, которые занимаются торговлей наркотиками, которым поставляет их российское руководство наркотрафиков. Это все организовано было довольно быстро и, как мы видим, достаточно эффективно. Но здесь этот парень виноват сам, здесь не стоит пенять особо на кого-то другого. Да, я согласен, у меня тоже такое же отношение, что он не соблюдал меры безопасности. Ну, он просто, может быть, даже и слишком молод и не понимает вообще, чем рисковал.